Приветствую, друзья! 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремлях при большом стечении публики Владимир Путин официально обнулил российскую государственность. Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. К этому давно все шло, но сейчас крак государства окончательно оформлен. Со стороны могло показаться, что Путин подписал документы о принятии в состав России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожских областей Украины. Но в реальности в этот день Путин подписал документы о вступлении путинской России в категорию несостоявшихся, ну или провалившихся государств. Казалось бы, Путин просто осуществил очередную аннексию и очередной раз нарушил основу международного права. Только вот постановка с принятием украинских территорий в состав России – это истерика. Путин проигрывает войну, которую он сам начал. Проигрывает из-за своих ошибок и нерациональных решений. Проигрывает потому, что эту войну вообще нельзя было начинать. Потому что окружил себя некомпетентными, но очень лояльными генералами. Потому что вообразил себя гениальным полководцем. И теперь он в ловушке. Его пропаганда годами разжигала ненависть и распаляла имперские амбиции. Уверяла граждан в необходимости войны с Украиной и неминуемости легкой победы. Поэтому Путин не может позволить себе проиграть. А он проигрывает. И в его безумном мире присоединение нескольких областей – это сильный ход. Он заявляет украинскую территорию своей. Угрожает применить весь арсенал вооружений для защиты якобы своей земли. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. Но путинский сильный ход – сильный только в его воображении. В реальности Путин не только заложил мину под фундамент российской государственности. Он нажал кнопку взрыва. Сам факт проведения референдумов на захваченной земле под контролем захватчиков и по их правилам абсолютно незаконен. Может ли поддержанная Германией администрация Калининграда провести референдум о присоединении к ФРГ? Возможно ли референдум на Курилах о присоединении к Японии по законам Японии под контролем их же сил самообороны? До 30 сентября это невозможно было себе представить. Но Путин сам сделал все, чтобы поставить территориальную целостность России под сомнение. Он настаивает на силе прецедентов. США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецеденты. Но прецеденты работают не только тогда, когда тебе этого хочется. Теперь существует прецедент проведения референдумов об отделении регионов без согласия властей самой страны. Путин говорит про право народов на самоопределение, гарантированное Усталом ООН. Неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Сколько таких народов на территории Российской Федерации? Два-три десятка? Чечня, Татарстан, Якутия, народы Дальнего Востока, наконец, Бурятия. Думаете, они не сделали свои выводы из речи Путина? Сделали, конечно. Сейчас еще ничего не произойдет. Но как только будет подходящий момент, а он после проигранной войны обязательно будет, референдумы о независимости, о самоопределении или о присоединении к другим странам пройдут по всей России. С позиции России как страны по этим вопросам уже никому не нужно будет считаться. Во-первых, вы сами создали прецедент. Во-вторых, слабостью надо пользоваться. А Путин чудовищно ослабил страну. И это было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости. В состав России вошли несколько новых регионов, в которых идет война. И в которых российская власть более чем не полностью контролирует и саму территорию, и границы. Путин понимал, что он делает? Ну и конечно, понимал ли он, что Украина не испугается его угроз? А значит, украинские войска не уйдут с занимаемых территорий. Причем не столько не уйдут, но и продолжат наступление. 30 сентября Путин подписал документы о принятии Донецкой области в состав России. А уже 1 октября украинские войска освободили город Лиман в той самой Донецкой области. И это что же теперь получается по новому путинскому устройству страны? Война идет на российской территории, часть России уже оккупирована? И чтобы сражаться с армией Украины, Путину теперь надо наносить удары уже по собственной территории? А как быть с российскими потерями? Шойг уже только что говорил про 6 тысяч. Врал, конечно. Но частично просто жульничал с цифрами. Ведь что делают российские власти? Они гонят мобилизованных из ДНР, ЛНР в атаку, где те гибнут десятками тысяч. А российская армия их даже за потери не считает. Ведь, ну, типа не свои же. Теперь свои. Теперь и война идет на своей территории. И счет погибших на десятки тысяч. А еще теперь нет границ. Нет границ между Россией, Донецком, Луганском, Запорожьем, Херсоном. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. А значит, между десятками тысяч вооруженных, обездоленных и привыкших убивать людей, и, собственно, Россией больше нет никаких препятствий. Вот Пригожин набирает на войну зэков. Дает им оружие, обещает амнистию через полгода. Берет убийц, насильников, даже каннибалов. Если раньше между ними и Россией была государственная граница, то теперь ее нет. Да и вообще, сотни тысяч озлобленных, вооруженных, обнищавших мужиков из присоединенных областей, они куда пойдут за пропитанием-то? Вот когда Путин давал команду на присоединение украинских областей, он что, этого не понимал? Если понимал, то это измена Родине. А если не понимал, то он клинический идиот. Я все-таки склоняюсь к тому, что понимал. Вот вся путинская речь о присоединении, она чем потрясает? Какой-то безумностью, в первую очередь. Опять же, это вот сексуальная фиксация. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры. И предлагали сделать операцию по смене пола. Вот у нас сбрендивший президент сотни тысяч мужиков на убой посылает. Ядерным оружием грозит. А нам надо беспокоиться про их гендерные законы? Да плевать я хотел, пусть живут как хотят. Здесь, в Новороссии, сражались румянцев, суворов и ушаков. Основывали новые города Екатерина II и Потемкин. И что? А в Поволжье или за Уралом осваивали нефтяные месторождения, ковали оружие, отдавали жизни под Москвой жители Киева и других украинских городов. Среди них, к слову, мой дед. Он был родом из Житомира, как и Сергей Королев. И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. Ну, конечно, куда без Ильина? Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, связываю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Рад слышать. Убивать-то зачем? А он убивает десятками тысяч, а потом сентиментально про любовь и песни. Он надеется, что война все спишет. Война все спишет. Не спишет. Имя Путина теперь не вычеркнуть из списка упырей российской истории. Путин все понимает, но руководствуется геббельсовским принципом, о котором сам и проговаривается. Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут на полу, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Путин начал войну с мирным и независимым государством. При этом объявил инициатором войны страну, на которую он напал. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году. Обвинил Запад в агрессии и под это дело захватил чужую территорию. Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. Наконец, на захваченной территории назначил оккупационную администрацию, которая проводит референдумы о присоединении к России не только захваченных, но и даже незахваченных частей Украины. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному воле заявлению людей с уважением, и никак иначе. Но путинские войска не контролируют эти области целиком. И теперь в Российской Федерации есть несколько субъектов, которые входят в государство только на бумаге. А на практике частично контролируются другим государством, а частично вообще непонятными вооруженными формированиями. На территории этих областей идет война. И в ходе вооруженных столкновений войска другого государства занимают территорию, которую Путин провозгласил российской. И все, что он может сделать для защиты этой территории, это постоянно грозить ядерным оружием всему миру. Под рассказы о былом величии Путин, не скажу, что доломал, но нанес серьезнейший удар по российской государственности, превратил Россию и страны Первого мира в несостоявшуюся страну. Путин уйдет. Сейчас уже очевидно, что он уйдет неспокойной дорогой пенсионера и не тихой смертью в окружении любящей семьи. Если к моменту его ухода от России что-то останется, а это уже не совсем очевидно, то никакого иного варианта, кроме как переучреждения страны, у нас не будет. Я говорил об этом уже давно и рад, что все больше политиков со мной соглашаются. Был период, когда Путин и путинизм угрожали только оппозиционерам и несогласным. Сейчас они угрожают соседям, всему миру, российскому народу, а также будущему существованию российского государства. А значит, демонтировать придется не только самого Путина, но и систему власти, породившую его и порожденную им. И да, конечно, все украинские земли вернутся Украине. В этом как раз можно не сомневаться. Счастливо вам!